Восточная шкатулка А вот в отношениях, скажем, Великобритании и Китая были ли или есть ли какие-нибудь инциденты и резкость заявлений, подобные тому, что мы слышали сегодня, скажем, от Терезе Мэйли, слышим последние дни из британского правительства? Ещё какие были, но это если совсем углубиться в прошлое, в опиумные войны, о которых я, может, чуть позже расскажу, там это не назвать опиумные войны инцидентом, но это, простите, как Вторую мировую войну назвать инцидентом. А вот за последние годы, я имею в виду 80-е, 90-е, со времён Дэн Сяопина, хотя были такие пикировки, ничего особенного не было, потому что у Китая, у китайского населения в мозгу есть два основных негативных персонажа. Это японец, абстрактный, естественно, и британец, тоже абстрактный. И вот британцы сумели сделать так, что в конце концов их китайцы, если не полюбили, то перестали к ним относиться с негативной коннотацией. Это во многом, на мой взгляд, очень важная такая позиция, потому что Британия была одной из первых стран, которая умела очень чётко поставить себя в Китае. Когда Китай потребовал от Японии извиниться за ужасы Второй мировой войны, а это сильно были ужасы, вот эти эксперименты над людьми, это создание лабораторий по биологическим опытам над людьми. И самое страшное, что это важно понимать, что японцы, сейчас там на этом месте под Харбином открыт музей, и понятно, что японцы делали эти опыты над живыми людьми для того, чтобы потом разворачивать те же самые эксперименты и те же самые технологии в войне против Советского Союза. То есть, это была страшная история. Великобритания отметилась негативом с Китаем значительно раньше, в 1840 году, это была Первая опиумная война, и она была поразительна тем, что, в принципе, до 1830-х годов, т.е. до середины XIX века, Китай был действительно ведущей мировой державой. Мало кто сегодня это осознаёт, но тогда доля Китая в мировой ВВП доходила до 35%. Соединенные Штаты отдыхали, нервно курили в стороне, тогда уж точно, да. Их тогда вообще не было. Их тогда вообще не было, конечно, да. Даже сегодня при этом Великом Китае по разным оценкам оставляет долю в мировой ВВП от 14 до 16%. Т.е. Китай ещё не вышел на тот уровень. Китай же тогда был мировой фабрикой, тогда уже из Китая везлись все товары. Китайцы просто сами не торговали, они давали на перевозку товаров, это всё отдавали, как бы сказали себе, на аутсорсинг другим людям. И вот этот Китай, который знал о внешнем мире, но особо не переживал, что там творится. Вот этот Китай однажды проиграл именно в том, что был слишком высокомерен, заносчив и не хотел защищаться. И вот именно тогда Британия пытается открыть Китай, но открыть не удаётся. Там была система, которая потом получила название Кантонской системы по названию вот этого района, Кантона, т.е. провинции Гуандун, где всё это дело разворачивалось. А ситуация заключалась в том, что Китай был единственной страной в тот момент, которая ещё не была открыта империалистами. Т.е. уже голландцы были в Индонезии, испанцы, португальцы в Юго-Восточной Азии, британцы уже стояли в Индии, т.е. в общем разворачивалась нормальная колониальная система. Но не было понятно, а как Китай открыть вот эту вот плотно закупоренную консервную банку, потому что Кантонская система предусматривала простую вещь. Приплывали британские корабли с товарами, они приплывали в том числе и из Индии, поскольку уже там они стояли. На палубы кораблей поднимались китайские торговцы, причём, как мы сегодня сказали, доверенные торговцы, которые скупали по фиксированной цене британский товар. И британцы не могли понять, сколько он в реальности стоит, потому что их не допускали до рынка. И скупая всё на палубах кораблей, как говорится, британцам жали руки и прощались с ними. И оказывалось, что британцы не могли вступить в Китай. И вот тогда, по сути дела, была продумана целая концепция, вот была создана ОСТ, Индская компания, ВЕСТ, Индская компания, собственно, специально для торговли с Азией. Но самое главное, эти компании финансировались государством, это были не просто частные инициативы. И вот в конце концов была сделана, так называемая треугольная торговля, собственно, на чём Китай и погорел. Опиум выращивался в Индии, британцами привозился в Китай, с тех же палуб кораблей опиум продавался китайцам, но продавался в обмен на серебряную монету, серебряные деньги, там были бронзовые и серебряные, уже медные, конечно, и серебряные. Серебро вымывалось из экономики Китая, это уже был удар по финансам. А потом началось самое страшное, население начало курить и в прямом смысле скуриваться этим опиумом. Курили чиновники, прекращали выполнять свои обязанности, курили крестьяне, прекращали выходить на поля. С юга, а эта торговля была там, где сегодня, собственно, находится Гонконг, который тогда был китайским, это всё начало подниматься вверх на север и достигало уже северных территорий. По всему Китаю были открыты опиум крильи и до сих пор сохранились фотографии, вот эти сделаны ещё на пластинах, и британцы, собственно, фотографировали, абсолютно измождённые вот этим вот курением люди. Ну, мы их по фильмам скорее знаем, там восстановленные, как бы реконструированные эти курения. Ну, кстати говоря, вот британцы сделали очень много фотографий, показывая, какие китайцы грязные и просто падшие, но на самом деле ведь они стали такими, потому что страна вся скурилась. Вот если просто захотеть показать вред над наркотиков, посмотрите на фотографии Китая того времени, и вы поймёте, что даже опиум, который считается таким буквально неблагородным наркотиком, вот к чему он государство развалил. А государство в этом смысле бездействовало. А государство бездействовало, да, были императорские указы, которые запрещали, на них все плевали, потому что наркотик есть наркотик, и, по сути, экономика остановилась. И тогда было принято решение, император приказывает одном из своих чиновников приехать на юг Китая, где, собственно, были склады с этим опиумом, формально это был британский опиум, т.е. он, как мы бы сейчас сказали, был нерастаможен ещё, и опиум сбросить в море, сжечь, смешать с солью, т.е. так, чтобы его нельзя было использовать. Это было сделано, и, судя по всему, это то, что и нужно было британцам. Те потребовали компенсации, китайцы отказались в компенсации, и тогда началось то, что стало потом известно как Первая опиумная война 1842-1842 годов, когда со стороны Британии участвовало около 4000 человек, а со стороны Китая была рекрутирована 800-тысячная армия, 800-тысячная армия – это колоссальное количество. И, казалось бы, ну, конечно, британцы проиграют, где Великобритания, где Китай, но оказалось, что у Британии есть то, чего нет у Китая – флот. Флот, который блестяще сражался, у китайцев не было своего флота, потому что они забыли о том, что страна должна защищаться. И фактически Китай из мощной империи, но не умеющей себя защищаться, превратился в полного лузера, в полного проигравшего, проигравшую страну, которая не понимала, что надо изначально строить систему защиты своей экономики. Потому что до этого Китай особо ни с кем не воевал. Да, были японские пираты, которые нападали на юг Китая в провинции Фудзянь, были какие-то просто разбойники, которые со стороны Индонезии, Малайзии нападали. Кстати говоря, это были те же самые китайцы во многом. А вот так, чтобы настоящая война с развертыванием флота, этого не было. К тому же коррупция в Китае была такая, что многие деньги, отпускаемые на флот, просто разворовывались. И Китай за два года, 1840-1842 года, проиграл всё то, что накапливало 5000 лет цивилизации. Не в финансовом плане, а в плане вот этого национального достоинства. И проиграл маленькой Англии, потому что, конечно, по сравнению с Китаем, географически Англия была просто ничтожна. И по населению ничтожна. И по населению ничтожна. И эта армия, 4000 человек против вот этой 800-тысячной китайской армии, к сожалению, вооружённой в тот момент мечами и копьями, это интересно, на середине XIX века. И вот это заставило Китай первого раза задуматься, а, собственно, что произошло. И китайцы подписали унизительные для себя договоры, по которым им пришлось открыть для торговлиц 10 портов, в том числе Шанхай, Гонконг, и разрешить англичанам селиться на территории Китая. То есть, это было страшное унижение. Но китайцы тогда не поняли, что договоры надо выполнять. То есть, он проиграл, так проиграл. А ведь надо ещё тоже понимать, что в XIX век у Китая не было никакого опыта международных отношений. Китай был в стороне гигантской, продающей всё, но не имеющей никакого опыта в истраховании дипломатических отношений. Китайские послы не ездили никуда. У Китая не было ни одного зарубежного посольства, потому что было наплевать на внешний мир. Китай сегодня уже сделал из этого выводы, он понимает, что экономику надо защищать. И вот, в конце концов, формально были подписаны договоры, они не выполнялись. И тогда, за счёт того, что началось из небольшого опять инцидента, якобы китайцы досмотрели лодку стрела Array, так называлась британская, которую нельзя было досматривать, было столкновение, началась, я имею в виду, вторая опиемная война. К которой же присоединились все страны, которые не успели к первому разделу. Испания, Португалия, Германия, Япония. Единственная азиатская держава выступила на стороне западных держав – Россия. Которые, по сути дела, расчленили Китай на куски. И хотя формально многие вещи проходили под британским флагом, по сути дела, это была, конечно, уже международная интервенция. И китайский был подписан, в 1860 году был подписан унизительный, очень ли, Пекина, пекинский договор с приложениями каждой страны, где Китай терял контроль над целым рядом территорий. Вот именно тогда, собственно, Китай потерял контроль над Гонконгом, который перешёл под юрисдикцию Великобритании. На полуострове Шаньдун, это недалеко от российской территории, были уже немецкие заводы, пивные заводы им тогда немцы поставили, и технологии пива принесли британцы. Смело вместо опиума. Ну, уже неплохо, да. Кстати говоря, иностранцы очень быстро свернули вот эту опиумную продажу, потому что опиум сыграл свою роль, всё, все дела свернули. Россия тогда вступила на территорию Манчжурии, недавно опубликована была переписка кузена Никки с кузеном Вилли, вот два британских канцлера и русский царь переписывались, кому там Шаньдун достанется, кому что-то. То есть, вот Китай был пирогом, который нарезали кусками. И в основном психологически, вот если уже не вдаваться в эти подробности, основное обвинение Китай предъявлял Великобритании. Она была зачинателем вот этих воин. И, казалось бы, на всю жизнь должно въесться вот эта вот ненависть к британцам. Но есть один парадокс, и мы это хорошо знаем, этот парадокс. По российской истории Россия воевала с Францией, с Наполеоном. Но к Франции отношение в России хорошее. И всегда было хорошее. И даже во время, как мы знаем из Толстого, и даже во время войны было к Франции хорошее. И люди говорили на языке, как бы всё и сказали, потенциального противника, говорили в салоне Анны Павловны Шеррер. А в Китае был жуткий негатив по отношению к англичанам. И когда сегодня мы рассматриваем такие карикатуры на иностранцев, которые китайцы рисовали в XIX веке, там всегда изображен англичанин. Абсолютно всегда. Такой обычно толстый, с сигарой во рту. Он похож на американца, но это ещё не американец. Если вы однажды, кто посещает будет Китай, зайдёте в городской музей Шанхая, который располагается прямо в цоколе телебашни шанхайской, она называется «Восточная жемчужина». И на первом этаже в этом цоколе не просто городской музей, это выгородка, восковые фигуры, где вы проходитесь по улицам Старого Шанхая от древности до начала XX века. И стоит в восковую фигуру, там воспроизведён даже запах, например, запах аптеки вы заходите, или запах сена, цикады поют. То есть, это потрясающий музей, и вы путешествуете сквозь время. И есть там, конечно, кусок, посвящённый владычеству Великобритании в Китае. И там идёт реальная хроника, снятая. Я сразу задумался, о чём же пахнет. Ну, плохие запахи я не очень воспроизводил, но хроника, вот когда я как-то остановился, обычно люди проходят мимо хроники, всякий музей интересный, и смотрел минут 15, она зациклена на круг, и вот минут 15, может быть, 20, этот фильм, который смонтирован из кадров, которые снимали иностранцы, китайцы тогда ещё не снимали. И он вызывает страшную недвость против европейцев, честно скажу, потому что и измождённые китайские кули, вот грузчики, которые переносят с борта британского корабля, видят, что британские корабли стоят, тяжёлые тюки с чем-то, и их подсчитывает толстый в жилетке британец в белых, очевидно, перчатках, лощёный, и улыбается в камеру, и, конечно, когда китайцы проходят, это же музей для китайцев, это не для нас, когда они видят это всё, конечно, никакой любви к британцам они не испытывают. Ну вот, и британцы это хорошо знали. Но есть ещё одна сторона Великобритании. В Великобритании одна из самых сильных наук, и, как известно, востоковедение, то есть, по сути дела, изучение западными народами Востока, а востоковедение, бывает, только среди западных народов, родилось, по сути дела, Великобритании. В России в Великобритании были разные подходы. Вот эти британские востоковеды, которые подчеркнули очень много из Индии, из Китая, из своих колоний, они очень правильно поняли, как потом зайти в Китай. Вот это парадокс, когда, казалось бы, классическая наука, даже начиналось с изучения текстов, сегодня, конечно, это только единицы, таких энтузиастов этим занимаются, начиналось с изучения классики, с шампальона, который шифровал иероглиф, который, собственно, тоже востоковед. Вот эта наука сумела соединить старые знания с пониманием рычагов относительно политической культуры, как надо с китайцами работать, что сделали британцы. Они вошли первыми в Китай, одним из первых, в 80-е годы, они первыми из крупных держав откликнулись на призыв «вкладывайте в нас», они создали вместе с китайцами одну из компаний, которая потом переросла в самую известную и, наверное, самую крупную в мире китайскую телекоммуникационную компанию China Mobile. Ну, это, собственно говоря, основной оператор китайский, и не только. И до сих пор, если я ошибаюсь, не владеет каким-то небольшим пакетом акций. И вот с этого момента британцы, понимая, что Китай – особая страна, которой обид не прощают, можно загладить, можно сделать так, чтобы забыть, забылись эти обиды, но если вот полыхнёт, то ненависть пойдёт на британцев, и они никогда не пытаются допустить по отношению к Китаю какой-то несуразности. А японцы, которые были в том же положении, что и британцы, они время от времени забывают об этом, и именно поэтому отношения с японцами ухудшаются постоянно, а с британцами улучшаются. Ну, может, ещё потому, что с соседями всегда сложнее договориться, чем с дальними. Конечно. Обратите внимание, формально, там были, конечно, сложные переговоры, Британия, Великобритания вернула Гонконг обратно под юрисдикцию КНР. А Япония постоянно спорит вокруг островов. Вот Япония спорит вокруг Сенкаку, да вообще… Япония окружена территориальными спорами. С Южной Кореей страшные абсолютно споры вокруг островов Такто, которые… Это, по сути дела, две скалы торчат в океане. Но, как, кстати говоря, установили наши учёные, сегодня буквально я вот слушал довольно интересный доклад нашего российского коллеги, географа, не, не востоковя, да, геолога, прошу прощения, который показал интересную вещь. Вот эти два острова соединяются с Южной Кореей единой плитой, т.е. они с Японией, да, поэтому спорить не о чем. Но японцы спорят по всем поводам, кругом, а китайцы этого не любят. Вот это как раз и получается, что британцы нашли ключи к Китаю и работают активно, и китайцы сейчас серьёзных противоречий нет, Британию грязью не плевают, в отличие от США. В Великобритании учатся более 60 тысяч китайских студентов, по-моему, 65 уже тысяч, это на втором месте после США, и это такие хорошие друзья. Но есть, насколько я понимаю, несколько очень важных моментов, по которым живёт Великобритания с Китаем. Во-первых, британцы, судя по всему договорились с китайцами, очень сложно понять, так или не так, они сумели расселить Чайна-таун в центре Лондона, который был очень старым, и он сегодня просто одна улица-музей. И самое главное, сумели договориться, что китайцы не работают, на британской территории против своих же китайцев. Вот удивительным образом, как это удалось. После новостей продолжим. Алексей Маслов остаётся здесь, в студии, вместе со мной. Восточная шкатулка. И продолжаем разговор. Алексей Маслов, руководитель школы стыковедения, высшей школы экономики, здесь, в студии. Алексей Александрович, вот Великобритания, которая подчёркнуто, насколько я понял из вашего рассказа, сохраняет добрые отношения с Китаем. Это сегодня потому, что Китай такой вот экономический монстр, потому что совсем невыгодно портить отношения, это может сказаться на экономике Великобритании? Да. Да. То есть только потому, что он сильный? Именно. Именно, потому что он экономически сильный. Потому что, конечно, оружие, которым обладает Китай, которое разрабатывает Китай, да, оно играет роль, но это роль всё-таки вторичная. Первая роль и самое главное – это экономика. Это вообще была тактика, отстроенная, возможно, Дэн Сяопин, возможно, эмпирически так сложившись, что сначала максимально усиливаем экономику, буквально берём за горло весь мир, когда Китай просто невозможно игнорировать, а вот после этого начинаем диктовать свои условия. И вот если мы посмотрим Тереза Мэй, которая очень… Ну, мы видим, как она себя ведёт, мягко говоря, это жёсткая женщина, это, если не аналог Тетчер, то, ну, как минимум, близко к этому. Вот она приезжает в Китай, если ошибаюсь, в прошлом году, и с радостью сообщает, что Китай выделяет кредиты, что мы подружились. И вот также в Китай приезжают французы, приезжают немцы, которые потом отчитываются, как здорово, что Китай им выделяет деньги. То есть, Китай отлично воспользовался тем, что не хватает денег в Европе, не хватает оборотных средств, не хватает денег на крупные проекты, и Китай вкладывает. И поэтому Китай, на мой взгляд, так неожиданно, удивлён таким неожиданным демаршем, как ему кажется, Трампа по поводу вот этих всех мер. Я напомню, что сейчас объявлены, Трамп объявляет антидемпинговые меры и вводит пошлины на ВОЗ стали, на ВОЗ алюминия, и Китай дал такую колоссальную свечку. Это очень интересно, потому что, чтобы было понятно, вот я так приблизительно по стыдам скажу, США потребляет где-то 37 миллионов тонн стали в год. При этом Китай, все азиатские страны, не только Китай, но и Южная Корея, производят около 6 миллионов тонн, то есть, ну, не много, но и не мало. Но самое главное, что количество китайской стали в общем обороте США где-то составляет 3-4-5%, то есть, ну, казалось бы, немного. Но Китай очень претендовал на то, чтобы завоевать рынок стали США, рынок стали алюминия. Потому что, по сути дела, производителей американского стали алюминия не так много, зато потребителей измеряются там, кто говорит, 6, кто 7 миллионов человек, которые задействованы на этих производствах. И поэтому Китай формально подсчитывал, что если мы поставляем сталь и алюминий, то мы даём в конечном счёте работу американским товарищам, поэтому вряд ли нам перекроют тут кислород. И вдруг Трамп начинает вот так вот жёстко себя вести. Первая реакция Китая – обидно. Вторая реакция – это сразу же падение акций крупнейших китайских металлургических компаний, в том числе знаменитого Бавшанского комбината, который когда-то там в нём участвовал в далёком 50-х годах ещё Советский Союз в его строительстве. То есть, это крупнейшие столетийные металлургические компании. Их акции идут вниз немного, но 3-4-5% они падают. В абсолютных цифрах это миллионы, если может быть даже не миллиарды долларов. Ещё очень важный и крайне болезнен для Китая момент – США игнорируют Китай. Вот на этом фоне, когда Великобритания прибегает в Китае, когда французы с Китаем пытаются договориться, когда Япония-то пытается вот так тихо сидеть, вдруг такой плевок в лицо. И этот плевок совпадает ещё с одной такой выходкой американцев по отношению к Китаю. В феврале китайцам заблокировали сделку по покупке Чикагской биржи, как сейчас оказывается. То есть, китайцы пытались прыгнуть на биржу американскую, и это серьёзная история была бы, и тут заблокировали. А тут ещё, как назло, вдруг начинает вот эта встреча намечаться между Трампом и Ким Чен Ыном, которая возможно будет в мае, и вдруг оказывается, что вся договоренность без Китая произошла. И это на том фоне, что сейчас прошли изменения в Конституции, страна сплотилась вокруг Си Цзиньпина. Вот оказывается, это то, что мы как-то говорили, чем больше будет Китай развиваться, тем больше будет противодействие Китаю. Ну да, и сейчас вот ещё у меня перед глазами очередное сообщение по поводу пошлин на импорт товаров из Китая. Да. Ограничение на китайские инвестиции в качестве ответной меры на кражу интеллектуальной собственности китайскими компаниями. Ну тут вот уже ком такое идёт. Это ком, но это вот известно, что как только американцы начинают работать против Китая, у них всегда, они выдвигают всегда одни и те же требования, потому что китайцы всегда воруют технологии, но, честно говоря, и не только китайцы. Те, кто может? Те, кто может, да. Но у американцев, судя по всему, есть такая папка такая, вскрыть в случае времени Ча. Я ещё помню, в 2001-2002 году, я тогда был как раз в США, преподавал, я помню, что вдруг внезапно по всем каналам китайцы воруют технологии, воруют, значит, встраивают жучки в видеокарты, запретить, просто идёт абсолютно по всем каналам, студенты обсуждают, в каких-то студенческих листках, которые там в университетах раздаются, всё это прописывают, думают, что это, зачем? И вдруг через какое-то время выступает там американская администрация, говорит, вы знаете, ну, коль такая история, надо повышать опять пошлины, надо делать загорительные пошлины, т.е. идёт такая подготовка, т.е. американцы не открыли вот эту технологию, сначала пропагандистский буфер катится, потом, значит, антикитайские меры, вот сейчас, собственно говоря, это и сработало. Но это очень не вовремя для Китая. Китай уже привык, что американцы перекрывают ему кислород, то запрет на ввоз относительно дешёвых шин для автомобилей, то узлов для автомобилей, ну, это вот такая нормальная история. А вот сейчас это очень болезненно воспринимается, потому что Си Цзиньпин проводит колоссальную реформу, и все сейчас обратили внимание, что там действительно снято ограничение по двум срокам, но это малая часть того, что творится сейчас вот у нас на съезде в СНП, в Китайском собрании народных представителей на сессии в СНП. Ну, мне кажется, что и творится как раз потому, что Китай себя по другому, осознал другое позиционирование себя в мире, и, может быть, отчасти решил, что все остальные по умолчанию приняли такое позиционирование Китая в мире. Да, абсолютно точно, то есть Китай, так же, как многие страны, живут в некоторых иллюзиях относительно самопозиционирования, самоидентичности, и я участвую там в конференциях, в каких-то встречах с китайцами, я слышу от них практически одну и ту же историю. Мы к вам приходим с инвестицией, мы хотим вас вложить, зачем вы нам запрещаете? Мы хотим вам помочь. Почему вы не хотите быть счастливыми? Вот почему же не хотят, и почему хотят и счастливить, об этом через несколько минут уже в нашей программе. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики, продолжает свой рассказ, и остановитесь мы на том, что Китай хочет и счастливить. Ведь они не соглашаются-то. Да, соглашаются не все. Соглашаются не все, а Китай удивляется, что почему все не согласны. Потому что нужно же малое. Вы согласитесь, что китайская система, китайские ценности, они приоритетны. Вот просто согласитесь. А дальше польются, ну если не рекой, то какие-то инвестиции польются. Правда, сейчас очень многие сомневаются, что, во-первых, у Китая хватит деньги, денег осчастливить всех. Да, в общем, и не все страны хотят, чтобы их осчастливили. Некоторым важна суверенность, суверенитет в своей экономике. Да и ценности, в общем, не все готовы разделить. Абсолютно точно. Даже бесплатно. Вот это как раз и приводит нас к старой-старой идее, что, по сути дела, идёт реколонизация. Колонизация, мы сейчас не говорим про создание колониальной системы, когда одна страна качала из других стран, природные ископаемые. А то, что вот Запад, когда приходил на Восток, он приносил уже очень много полезных вещей. Создала была система родовспоможения, были созданы новые больницы, школы. Университеты первые создали именно, представили, там, Запада. Где-то американцы, как в Китае. Британцы, голландцы в Японии. Французы во Вьетнаме. То есть, современная образовательная система. То есть, колониализм приносил какие-то достижения, отработанные достижения цивилизации. Был создан там новый, новая система врачей в этих странах. Да, при этом эти страны спокойно вывозили ценности из Вьетнама, Китая, там, откуда угодно, из Индонезии. И люди за людей не считались. Да, не считали. Значит, вот есть, мы сегодня, хотя колониализма никакого нет, но есть при этом отголоски, вся Индия говорит на английском языке в качестве основного, вот вам, или Филиппины, где английский язык основной. Это отголоски той колониальной системы. И вот мы просто переключили, что колониальная система шла с Запада на Восток. Что мы сейчас видим? Повторение пройденного. Китай предлагает свои ценности. Китай предлагает, Китай сейчас по всему миру открывает вот эти вот институты Конфуция, где изучается, приведётся китайский язык, чтобы его можно было лучше понимать. Китай максимально предлагает свои услуги, свои деньги, говорит, давайте мы придём и построим вам дороги, сделаем нормальную систему грузоперевозок, потому что вы не можете с вами справиться. Давайте мы придём и сделаем это, потому что у нас есть деньги. И ведь реакция сегодня у многих стран мира такая же, как, наверное, была у Китая, когда туда британцы приходили. Стоп-стоп-стоп, да, может быть, у нас несовершенно, вот как, да, в Китае в ту пору, когда туда пришли британцы, велосипедов двухколёсных ещё не было, которые сегодня чуть ли не у каждого китайца. Но это не значит, что у нас нет своих ценностей. И это болезненная история, которая говорит нам вот о чём, как мне кажется, вот какой вывод может быть такой, связан не только с Китаем, но с Востоком. Мы почему-то всегда полагали за последние 30, 40, 50 лет, что в конечном счёте Китай, Япония, Корея, Индонезия, Малайзия будут развиваться по западной матрице, которая не западная, которая универсальная. Когда мы говорили об универсальной матрице, мы считали, что вот наша матрица, она есть универсальная. И в конце концов, весь мир потихонечку её примет. Она связана там и с идеями демократии, с идеями того, что английский язык является обиходным, и в конце концов, что есть система ротации во всех органах власти. Что римское право – единственное право. Да, 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 именно так. И что патентное право, оно универсальное. То есть мы принимали вот многие вещи, как законы физики, которые существуют объективно, мы их можем только открывать, но не можем их изобретать. И вот какие-нибудь там науки, то же самое востоковедение, всё-таки близкое мне, изучало некий классический Восток, которого уже нет, потому что это любопытно, вот как там дикие люди писали клинописью или изучать поэзию эпохи Тан или древний Иран, потому что это так благородно и модно. И вот вдруг оказалось, что Восток совсем другой. Вообще-то, когда в Востоку накопились средства, накопились рычаги, причём разные рычаги, экономические, политические, военные, вспомним Северную Корею, оказалось, что Восток сам будет диктовать. И оказывается, что наши ценности-то не совсем универсальные. Более того, Китай говорит, это наша ценность универсальная, это вы неправильно живёте. И вот когда я сейчас вижу просто по той среде, в которой я живу, то есть среди научной, среди аналитической, оказалось, что многие люди, которые изучают Восток, я сейчас не говорю просто про любителей, профессионалов, они изучают Восток, которого уже нет, который существует теоретически, как Восток истории. И люди, которые уже не способны общаться с тем Китаем, который сегодня развивается. Это поразительная вещь. У нас есть блестящие политологи, они есть, какие-то специалисты по Древнему Китаю или по Старой Индии, но почти нет универсальных людей. И сейчас нам придётся, если мы захотим, чтобы выжить в этой ситуации, поступать, как когда-то поступали, как ни странно, иезуитские миссионеры. Это вот последняя история, может быть, на ночь будет рассказана, когда иезуиты сделали первое своё поселение в 40-х годах XVI века на территории современного Макао. Это была первая иезуитская миссия как таковая, не просто одиночные люди. И главный руководитель этой миссии, Александр Валеньяно, обнаружил потрясающую вещь. До него уже тогда приезжали иезуиты, которые совсем не знали Китая. Он издал приказ изучать китайский язык, все его проигнорировали. И вдруг казалось, что, конечно, они много что приносят хороших христианских вещей, только китайцы их не понимают. Они, оказывается, китайцы говорят на китайском. И миссионеры всё ждали, когда же китайцы заговорят на итальянском, на испанском, желательно ещё на латыни. И вот Валеньяно издаёт указ, что всё понятно, что китайцы на латыни не заговорят, надо делать всё-таки самим изучать. Решилось это изучать только два человека. Один из них знаменитый в будущем миссионер Матео Ричи, рядом с ним был такой Руджейра, который уже изучал до этого тамильский язык. Эти два человека сделали маленький подвиг. Они начали говорить с китайцем на китайском. А когда им надо было проповедовать, они сделали совсем просто. Они побрились на лысо, оделись в жёлтые буддийские одежды и бродили по Китаю, пошли по Китаю под видом буддизма рассказывать о христианстве. Поскольку таких бродячих монахов было много, многие прибывали из Индии, они вообще выдавали себя за индийских монахов, то, в общем, это рассматривается как одна из школ буддизма, пришедшего из Индии. Невраждебная. Невраждебная. И поэтому их слушали. Но они более-менее сносно говорили на китайском, и они сумели интегрироваться в эту среду. И именно поэтому это был большой успех. Потом их за это критиковали, за предательство интересов церкви, но они прорвались туда. Вот эта вот адаптация мимикрии, это было начало реального понимания Китая, потому что по-другому нельзя было путешествовать. Еле-то торговец должен был платить налоги, если ты военный, тебя бы не пустили, а священник проходит куда угодно. Ну, знаете, они научили китайцев, потому что китайская система проникновения примерно такая же. Вот я о том, китай сегодня выучили английский, а нам придётся заново изучать Китай, тот, который есть сегодня, ну, брить с налос и переодеваться в буддийские одежды. Знаете, вот до вас здесь была исследователь Британии Елена Ананьева, она говорила о том, что в Британии прервалась традиция советологии, русистики, изучения России, и им, говорила она, придётся начинать с нуля для того, чтобы понимать процессы, происходящие в России. Сегодня вы говорите о том, что нам нужно изучать изучать Китай для того, чтобы понимать процессы, которые там происходят. Может быть, это действительно вообще такой закон, когда надо уйти из вот этой раковины, из оболочки, понять, что кругом есть мир, который нуждается в изучении, вне тех догм, которые уже кажутся незыблемыми, и именно это и станет прорывом вперёд. Спасибо. Спасибо большое Алексею Маслову за сегодняшнюю встречу. Прощаемся до очередного выхода в эфир в «Восточной шкатулке». Спасибо. Восточная шкатулка.